В России, как известно, три проблемы. Дураки, дороги, деньги. Если от первого факта никуда не деться, то вот улучшить состояние дорог, при этом сэкономить финансы, вполне возможно. На это как раз и направлена пилотная акция на дорогу без перегруза. У нас количество перевесов в несколько раз выше, чем в европейских странах. И поэтому это для нас достаточно большая проблема, особенно сейчас в рамках некоторых определенных экономических сложностей. Поэтому необходимо сохранить то, что имеем. Перспективы Федерального дорожного агентства. К 2018 году у нас программа разработана, что мы на федеральных дорогах установим примерно 120-125 пунктов автоматической фиксации и будем постепенно эту сеть расширять и налаживать. Автоматизированный весовой контроль позволит не только вести работу в круглосуточном режиме, но и полностью устранить человеческий фактор. А значит, наказание для нарушителей будет неизбежным. Но пока использование такой системы по России единично. Поэтому все большие грузы проверяют инспекторы ДПС и дорожники. В акции участвуют все службы весогабаритного контроля, которые сейчас стоят как на стационарных постах, так и на передвижных постах весогабарита. Таких постов около сотни по всей стране. И цель, я вернусь к цели этой акции, это в первую очередь обратить внимание общественности на соблюдение перевозки тяжеловесных и габаритных грузов. При таких объемах перевозок, которые сейчас проходят по всей России, нередко встречаются факты разрушения не только дорожного полотна, но и конструкции мостов, а также других искусственных сооружений. Идею задуматься о безопасности подхватили все регионы. Активно заработали посты весового контроля. Если где-то процедуру взвешивания можно пройти успешно, то на въезде в Сочи большегрузом весом более 44 тонн без соответствующего разрешения точно не пройти. За 500 метров до поста под асфальтом установлены сверхточные весы, которые определяют нагрузку на скорости до 120 км в час. Некоторые водители, судя по следам на ограждении, пытались их обмануть, но от четырех камер, фиксирующих все, что происходит на дороге, не скрыться. Пост Чимитакладжи – единственный в крае, который оснащен современным весовым оборудованием. Здесь погрешность может составить всего 2%. Если факт перегруза выявлен, то водителю большегруза выписывается штраф и до тех пор, пока машина не будет разгружена до необходимого веса, на колеса ставятся так называемые блокираторы. Такую временную остановку пришлось совершить хозяину этого грузовика. По дороге из Питера в Сочи перегруз показали только весы на этом посту. Теперь водителю придется не только расстаться с деньгами, но и с товаром. Сейчас меня арестовали, пришлось вызвать машину, эвакуатор, который перегрузит в себя груз, меня загонят на весы, взвесят, выписали мне штраф довольно-таки бешеный. А сумма действительно немалая – от 150 тысяч рублей до 500, в зависимости от характера нарушения. А они приводят к финансовым потерям не только перевозчиков, но и Федерального управления по дорогам. Ведь ущерб, наносимый большегрузами на дорожное полотно по России, составляет более 2,5 триллионов рублей в год. Сократить расходы на ремонт, по мнению специалистов, поможет штрафная система. Только в Сочи с конца июля по сентябрь было выписано 203 акта на сумму почти 5 миллионов рублей. И на таком методе решение проблемы не закончится. Из нововведений ежегодно проводить акцию по предотвращению перегрузов и внедрить в проект 12-тонники, предусматривающие оплату за проезд большегрузов. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.